Приветствую вас и, конечно же, поздравляю с днем рождения! Мне кажется, что в целом история, которую вы описываете, это история того, что из года в год не обходится деть. Это день без грусти и разочарования. Это история о том, что вы себя не радуетесь, что вы не ведете себя так, как вам хочется. Вы ведете себя сдержанно. Вы представляетесь мне не такой, какая вы есть на самом деле. Вы представляетесь мне человеком, который не заботится о себе или заботится только в строго фиксированное, отведенное для этого, по вашему мнению, время. В результате получается такая интересная история, что вы ждете компенсации, данной, так скажем, модели поведения. Вы ждете компенсации. А йогти нет. Это первое. Второе. Ну, совершенно очевидно, что день рождения, да, это детский праздник. Изначально. Как и все. И свой самый первый опыт дня рождения вы получили в детстве. И здесь, мне кажется, важно увидеть. А что же было у вас, собственно, в детстве с этим праздником? Что у вас было там? Все было хорошо. Не было ли проблем с родителями и прочее? Не было ли каких-то, может быть, инцидентов? Скандалов, проблем и так далее. Потому что есть такое чувство у меня, что вы пытаетесь что-то компенсировать. Таким образом. И что компенсировать? Сказать слово. Сказать слово. Дальше. Простойте, простой день рождения. Про внимание. Про знаки внимания, да, про уделение этого внимания вам и прочее. Смотрите. Здесь история заключается в следующем. Как достаточно вам внимания? Ну, то есть, вот достаточно ли вы его получаете? Потому что, на мой взгляд, не совсем. На мой взгляд, не совсем. На мой взгляд, вы вниманием отделены. И нет, это связано не с тем, что вам нужно просить внимание у других людей. Нет. Связано это, скорее, с тем, что вы, по-видимому, не делаете того, что для вас ценно. А когда человек этого не делает, он волей-неволей начинает ждать от окружающего мира, от окружающих людей реализации данных историй. Вот вы пишете. В этом году я решил, что возьму под контроль своего развития и проведу его так, как сама хочу. Не буду ожидать ничего от других. Смотрите. Вы чего-то ждете от других. Почему? А другие ведь должны еще как-то увидеть и понять, чего вы хотите. Судя по тому, что вы описываете, я рискну предположить, что другие не очень-то понимают, что вы хотите. Это означает, что либо вы людям не говорите о том, что вам ценно, о том, что для вас важно, либо вы не говорите этого людям, либо вы окружаете себя не теми людьми. Да? Вот. Дальше вы пишете, я хотел с утра, ну, короче, вы описываете свои планы. Вот. И вы пишете, но, как бы, значит, эти планы не сложились. Вот. И вы пишете, что молодой человек заболел, а вместо красивого завтрака в парке меня ожидает уход за больным. Да? То есть вам нужно подтверждение чего-то здесь. Понимаете, да, в чем штука? Нужно именно вам подтверждение. А если подтверждение, значит, вы в чем-то сомневаетесь. А раз вы в чем-то сомневаетесь, то день рождения – это средство для того, чтобы что-то себе доказать и показать. То есть здесь есть внутренний конфликт. И, как вы понимаете, каким бы прекрасным не был день рождения, как бы идеально вы его не провели, вы всегда будете недовольны. Потому что для внутреннего конфликта необходимо, чтобы вы были недовольны, чтобы поддерживать ту самую концепцию восприятия себя. Необходимо это найти, поисследовать и скорректировать. И тогда, по большому счету, не будет важно, привели вы в этот день праздник, или устроили в другой день праздник, или для вас каждый день может быть праздником. Все это не важно. Я хочу сказать, что это – внутриличностная проблема. И касается она, в первую очередь, боли, касается она, в первую очередь, обиды, касается она, в первую очередь, страхов, казается она, в первую очередь, злости, непонятости. Это вам нужно выразить, вербализовать, чтобы вы увидели, в чем, собственно, заключается реальность, дабы не мистифицировать проблему, как это делаете вы сначала. Следующее. Вы пишите, вы пишите. Не знаю, зачем все пишу. Надеюсь на поддержку. Поддержку в чем? Понимаете, вы здесь сейчас предлагаете нам, что очень важно, вас как бы поймели. Да? Далее вы пишите. Видимо, настало время быть взрослым и забить на этот день. Я думаю, вы сами не верите в то, что взрослые на этот день забивают. Точнее, нет корреляции между взрослым и тем, что он на это забивает. Следующий момент. Вы пишите. Подумай, день рождения можно неправильно провести, как обычный день. Да? Это обесценивание тотальное. И это не про взрослость, а про родителя. Вашего внутреннего родителя у вас в голове. Это ведь день рождения бывает раз в году, а праздников и так мало в нашей жизни нужно провести под день на высоте. Так же. Это капризный ребенок. Почему? Потому что, да, день рождения бывает раз в году, но никто не мешает жить красиво. Вам почему-то для этого нужен повод. А именно разрешение. А именно отдушина. И отсюда вырисовывается следующая картина. Она немножечко гипертрофирована. Я надеюсь, что вы сделаете на это небольшую скидку. Условно говоря, 364 дня в году вы живете в тюрьме. И только один день в году вы выходите, значит, из тюрьмы на один день на праздник. Ну вот представьте себе, что человек весь год ждет этого дня. Думает о нем. Мечтает о нем. Становится это возможно благодаря тому, что человек, естественно, не удовлетворен своей жизнью. В другое время. И его желание становится реальностью через мысли про этот день. То есть они центрируются на нем. А в реальности этот день действительно обычный. Необычный он для человека и для его близких. Но сам по себе день обычный. Вы идеализируете этот день. Не случайно. Идеализация становится возможнее тогда, когда в остальное время человек не позволяет себе что-то. Почему некоторые подростки идеализируют каких-то героев? Потому что хотят быть сильными. В силу того, что не замечают для себя возможность, с одной стороны, ими быть, быть сильными. А с другой стороны, свои ограничения. Примерно так происходит и с вами. Вы не замечаете другие возможности быть счастливой, жить так, как вам хочется. С одной стороны. С другой стороны, вы не замечаете ограничений. Понимаете, да? Такая вот история. Ну и в заключение я скажу пару слов про вашего молодого человека. Как мне кажется, у вас отношения с ним... Ну, я бы сказал... Не слишком, наверное... Не слишком, наверное... Доверительное, что ли. Потому что... То, что он заболел, вами воспринимается... Несколько... Утрированно. Вы говорите... Ухаживать за больным мужчинами. Вы не ухаживаете за больным мужчинами. Вы ухаживаете за человеком. За личностью. Вопрос... Видите ли вы... В человеке личность... Себе. А вот в этом... В том, что вы видите личность в себе... У меня есть сомнения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. До свидания.